Декларирование доходов Сегодня начальник отдела работы с налогоплательщиками Инспекции Федеральной налоговой службы России по Первомайскому району города Владивостока Михайлова Ирина Владимировна, здравствуйте И главный государственный налоговый инспектор Инспекции Федеральной налоговой службы России по Первомайскому району Владивостока Отдела работы с налогоплательщиками Остафьева Марина Борисовна, здравствуйте Здравствуйте Ну и по традиции вопрос такой, какие доходы граждане обязаны задекларировать В соответствии с 227 и 228 статьями Налогового кодекса РФ задекларировать свои доходы за 2018 год обязаны индивидуальные предприниматели, находящиеся на общей системе налогообложения, граждане, занимающиеся частной практикой, физические лица, получившие доход от сдачи в аренду имущества, от продажи имущества, например, квартиры, земельного участка, машины. Физические лица, резиденты РФ, получившие доходы за пределами РФ, граждане, получившие выигрыши, получившие доходы от продажи акций, паёв, доли в уставном капитале, ну и иные категории граждан, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц. Каковы сроки подачи? Срок представления налоговой декларации по форме 3НДФЛ установлен не позднее 30 апреля следующего за истекшим налоговым периодом. То есть за 2018 год срок представления декларации установлен не позднее 30 апреля 2019 года. Что грозит в случае неуплаты в срок? В случае, если налогоплательщики не уплатят сумму налога в срок, срок уплаты это у нас 15 июля 2019 года, им грозит пеня в соответствии с 75 статьей налогового кодекса. А в случае, если сумма задолженности превысит 3 тысячи, то налоговой орган вправе обратиться в суд для принудительного взыскания данной задолженности. Мы сейчас такую основную информацию озвучили, которую обязан знать каждый. Сейчас немножечко подробнее хотелось бы поговорить, потому что всегда есть какие-то нюансы и граждане, конечно, обязаны их знать. В связи с этим такой вопрос. Существуют сроки владения объектами имущества, свыше которых НДФЛ оплачивать не нужно? Да, существуют сроки владения гражданам, которые оплачивать не нужно. При продаже квартиры, недвижимого имущества, гаражей, автотранспорта, земельных участков, доли в недвижимом имуществе сроком владения менее 3 лет предоставлять декларацию налогоплательщики обязаны. С 1 января 2016 года срок увеличен владения до 5 лет. В случае получения дарения или внаследования срок остается владения также прежде 3 года. Хотелось бы дополнить, что по продаже иного имущества, например, транспорта, гаража, срок у нас также остается 3 года. То есть это для недвижимого имущества, это квартира, дом, доля, земельного участка. Здесь увеличен срок владения до 5 лет и более. Если владеет гражданин 5 лет и более, то предоставлять декларацию не нужно. Но это по объектам, приобретенных с 01.01.2016 года. А если ранее? Если ранее приобретено, то срок владения также установлен 3 года и более, обязанности не предусмотрены. Есть особенности по уплате налога, который по каким-либо причинам не был удержан налоговым агентом. Когда и как платить НДФЛ, собственно, неудержанный налоговым агентом? Да, такая категория граждан, если по каким-либо причинам, например, работодателям не был удержан налог на доходы, то эти граждане не предоставляют декларацию, а налоговая инспекция самостоятельно им исчисляет сумму налога и направляет налоговое уведомление. И срок уплаты данного налога установлен не позднее 1 декабря 2019 года, за 2018 год, если брать. Почему все-таки стоит действительно лучше и проще вовремя все оплатить и жить спокойно? Ну, пеня зависит от ставки рефинансирования и суммы налога. Она исчисляется 1,03 ставки рефинансирования от суммы неуплаченного налога за каждый день просрочки. На сегодняшний момент ставка рефинансирования установлена в размере 7,75 годовых. Чем чревата ответственность за непредоставление налоговых деклараций? В соответствии со статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае несвоевременного предоставления декларации, гражданам грозит штраф в размере 5% от суммы налога за каждый полный и неполный месяц, но не более 30% и не менее 1 тысячи рублей. Также для граждан, не представивших налоговую декларацию, предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 19.4 Административного кодекса данный штраф устанавливается судебными органами. Что касается налоговых вычетов, граждане очень часто задают по этому поводу вопросы. Давайте поговорим на эту тему немного. В налоговые вычеты у нас претендуют российские граждане, получающие доходы по ставке 13%. Налоговым кодексом предусмотрено 5 вычетов. Это у нас стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные. Но в налоговом органе приходят, в основном люди обращаются за социальными вычетами и за имущественными вычетами. А какой в порядок получения вычета при приобретении имущества? Данным вычетом воспользуются граждане, производящие действия с иным имуществом. Значит, расходы на имущественный вычет производятся по расходам на новое строительство, на покупку недвижимости, доли в них и земельных участках под них. Также по процентным займам на погашение кредита заемных средств. Максимальный размер предоставляется на имущественном вычете в размере 2 миллионов. И в размере 3 миллионов на погашение процентов по целевым займам или кредитам. Имущественным вычетом могут воспользоваться граждане, предоставляющие документы и подтверждающие право на такой имущественный вычет. Можно я здесь дополню, что до 1 января 2014 года имущественным вычетом граждане могли воспользоваться только один раз в жизни. То есть приобрели квартиру и один раз воспользовались, дальше если стоимость его менее 2 миллионов. С 1 января 2014 года, тут у нас прошли изменения, и граждане, которые приобретают имущество после 01.01.2014 года, могут воспользоваться данным вычетом по нескольким объектам. Но сумма также ограничивается 2 миллионами. Допустим, кто-то приобрел квартиру за миллион, у него остается право еще в случае следующего приобретения еще до 2 миллионов добрать. То есть сумма осталась той же, но, скажем так, расширился. Да, то есть уже раньше, если было ограничение только по одному объекту собственности, то после 01.01.2014 года по нескольким объектам можно получать имущественные налоговые вычеты. Я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу в нашем разговоре. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Говорили о вычетах. Так вот, что же такое стандартные вычеты, и кто имеет право им воспользоваться? Ну, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1.218 ст. Налогового кодеса, на стандартные вычеты у нас имеют право родители, опекуны, усыновители, на обеспечении которых находится ребенок. Вычет предоставляется в размере на первого ребенка в размере 1400 рублей, на второго ребенка 1400 рублей, на третьего 3000 и на каждого последующего ребенка по 3000 рублей. Вычет предоставляется, стандартный вычет налоговым агентов при предоставлении заявления налогоплательщикам и подтверждающих документов. Социальные вычеты – это налоговые вычеты по расходам на лечение, на обучение, на приобретение медикаментов, на негосударственное пенсионное обеспечение, на добровольное страхование жизни и на добровольное пенсионное страхование жизни. О социальных вычетах я хочу поговорить. Значит, на предоставление медикаментов, на лечение. У нас предоставляются вычеты, оплатившиеся за счет собственных средств. Значит, за свое лечение, за лечение супруга-супруги, за лечение родителей и детей в возрасте до 18 лет. Медикаменты также у нас имеют право на возмещение на медикаменты, имеют также за супругу-супруги, за родителей и за детей в возрасте до 18 лет. Потом у нас еще идут социальные вычеты, это на обучение. На обучение детей у нас идет с возрасте до 24 лет по очной форме обучения, за свое обучение, и за обучение брата-сестры до 24 лет по очной форме обучения. Максимальный размер за обучение определяется, с которого можно получить налоговый вычет, за свое обучение 120 тысяч, за ребенка, за каждого ребенка в размере 50 тысяч на каждого ребенка. Также максимальный размер, хочу сразу сказать, за лечение, какое у нас предусмотрено, значит, за недорогостоящее лечение в размере 120 тысяч, а дорогостоящее лечение расходы не ограничены. На самом деле очень полезная информация, я думаю, что граждане обязаны знать ее, никто, как говорится, не застрахован, а это дополнительная помощь в любом случае. На декларацию на вычеты, каковы сроки ее подачи? На вычеты по декларационной кампании пока сроков нету, и торопиться не стоит. Нужно спокойно подготовить документы в течение всего года, мы принимаем за 2018, 2017 год и 2016 год, в течение всего года. Каким образом можно представить налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ в налоговый орган? Ну, налоговую декларацию можно представить лично в налоговую инспекцию, можно через уполномоченного представителя, но в данном случае уполномоченный представитель должен быть с нотариально удостоверенной доверенностью. Можно по почте направить, в ближайшее МФЦ можно предоставить декларацию 3 НДФЛ, либо через личный кабинет налогоплательщика физического лица. В течение какого времени производится возврат денежных средств по предоставленной налоговой декларации по вопросу получения налогового вычета? Камеральная проверка проводится в течение 3 месяцев, и в течение месяца после ее завершения денежных средств перечисляются налогоплательщику на счет. То есть в совокупности это 4 месяца максимальный срок возврата. Как именно можно заполнить налоговую декларацию? Налоговую декларацию можно заполнить на бумажных носителях, бланки можно получить в любой инспекции бесплатно. Также бланки можно распечатать с официального сайта Федеральной налоговой службы налог.ру. Можно заполнить ее при помощи программного обеспечения. Программа по заполнению также находится в любой налоговой инспекции на гостевых компьютерах, также на нашем сайте расположена. И в режиме онлайн декларацию можно заполнить через личный кабинет налогоплательщика физического лица. И уже декларацию не нужно тогда привозить в инспекцию, документы привозить. То есть она заполняется, сканируются документы, подписывается электронно-цифровой подписью, которую там же можно получить в своем профиле и направляется в налоговый орган. Чуть подробнее хотелось бы о личном кабинете поговорить, потому что действительно он упрощает жизнь налогоплательщиков сегодня. Личный кабинет налогоплательщика физического лица стал очень востребованным в последнее время сервисом. Данный сервис позволяет получить актуальную информацию об объектах имущества, которые зарегистрированы на граждан, информацию о состоянии расчетов с бюджетом, посмотреть, есть ли у вас задолженность, либо может быть переплата где-то есть. Можно направить декларацию 3НДФЛ, можно направлять различного рода заявления. А также направлять обращение, если какие-то вопросы, можно направлять обращение в налоговый орган, которое будет рассмотрено и также в личный кабинет будет направлен ответ. Подключиться к личному кабинету можно лично обратиться в любой налоговый орган Российской Федерации с паспортом, где налогоплательщику выдадут логин и первичный пароль. Кроме того, можно к личному кабинету подключиться при помощи электронно-цифровой подписи, а также учетной записи портала государственных услуг. То есть вполне удобно, и я думаю, многие эту схему знают. Сейчас государственные структуры, многие работают подобным образом. Хотелось бы еще отметить, что в ближайшее время налоговыми органами начнется кампания по исчислению имущественных налогов, в связи с чем хотелось бы предложить гражданам подключиться к личному кабинету, проверить актуальность объектов имущества, зарегистрированных на них. В случае, если какие-либо категории граждан имеют право на льготы по имущественным налогам, они также через личный кабинет могут направить заявление на получение такой льготы. Куда необходимо направить налоговую декларацию и в какое время будет осуществляться прием налогоплательщиков в декларационную кампанию 2019 года? Налоговая декларация предоставляется по месту жительства физического лица. Кроме того, как я уже говорила ранее, что декларацию можно подать в ближе находящиеся МФЦ, через личный кабинет можно предоставить ее. Налоговые инспекции в период декларационной кампании у нас в апреле месяцы будут рабочие все субботы месяца. Мы будем осуществлять прием с 10 до 15 часов. В понедельник среда у нас прием с 9 до 18, вторник, четверг с 9 до 20 и пятница до 16.45. Безусловно, у граждан будут возникать вопросы по заполнению декларации. Так вот, куда можно обратиться с этими вопросами? И также мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали о популярном мероприятии Дни открытых дверей. Граждане могут обратиться в любую инспекцию. Где наши инспектора, а также администраторы операционного зала помогут при заполнении, расскажут, какие документы, порядок заполнения по декларациям. Да, получил хорошая такая у нас традиция, это Дни открытых дверей. Полезная. И полезная. У нас 5 марта уже прошел один день открытых дверей. И у нас сейчас будет 4 дня открытых дверей в апреле. Это 5-6 апреля и 25-26 апреля. С 9 до 20 часов. Ждем всех граждан. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м. Редактор субтитров А.Семкин